В журналистике не одобряется использование превосходной степени прилагательных, но в данном случае без сверхдифирамбов никак. Это самая длинная в мире, труднейшая по перепадам высот, пожирающая сразу 7 часовых поясов, марафонская велогонка Москва-Владивосток. Несколько смельчаков в очередной раз бросили вызов транссибирскому маршруту, чтобы покорить его по гребенкам российских дорог на велосипедах. Десять спортсменов стартовали накануне из столицы, вчера финишировали в Нижнем Новгороде, а уже сегодня утром взяли курс на Казань. Это самая экстремальная велогонка, этапная велогонка в мире. Никакая такая параллельность, только три раза Тур-де-Франс, три раза тяжелее и самая короткая этапа у нас длиннее, чем самая длинная у Тур-де-Франс. Этапная гонка за 23 дня и 9 тысяч километров просто уникально. Веломарафон разбит на 14 этапов. На первом по маршруту Москва-Нижний Новгород участники сразу звинтили темп и показали среднюю скорость почти в 40 километров в час. Среди покорителей 9-тысячной гонки всего три россиянина. Это Михаил Маняхин и Роман Маркарян, которые выступают в категории дуо. А также в прошлом пятикратный чемпион России Алексей Щебелин. Он выступает соло. Даже попутный ветер не позволил ему обойти на первом этапе Эдуарда Фукса из Австрии. Но впереди один из самых трудных пробегов – доказание. В этом направлении организаторы запугали всех большим в районе 150 метров перепадом высот. Но на поверку оказалось, что именно этого и ждут участники велогонки. Так как по своим характеристикам я в принципе что-то среднее между горным гонщиком и равнином, поэтому довольно-таки спокойно и более уверен в горах, чем на равнине. Поэтому я не боюсь. Ну и в принципе я не боюсь. Вчера этап показал, кто, скажем, будет занимать лидирующие позиции, на кого ориентироваться. И, соответственно, буду держаться их. Зато российский дуэт накануне обошел соперников из Германии. Матиас Фишер и Мартин Темене, конечно, этому не рады. Потому и с нетерпением ждали старта второго этапа у подножия Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. Конечно, мы наверстаем. На первом этапе мы проиграли российскому дуэту, но сейчас будет участок с постоянными перепадами высот. А ведь мы родом как раз с горных районов. Так что до Казани думаем, успеем наверстать упущенное и попутно полюбоваться российскими красотами. Велогонка Москва-Владивосток финиширует на Дальнем Востоке 28 июля. И у участников марафона будет достаточно времени и километров, чтобы вдоволь налюбоваться красотами России и оценить качество наших дорог. Григорий Ожигин, Алексей Завалов. Объективно. Спорт. ННТВ.